В тренировочном центре базового медколледжа студенты отрабатывают навыки. Каждый из них уже решил, что посвятит свою жизнь помощи людям. После учебы молодые специалисты отправятся работать в сельские ФАПы и в бригады скорой помощи. Самые сложные и востребованные направления медицины. Это было с детства. Это была тяга к помощи населению, тяга к помощи родным, знакомым. С детства хотелось помогать. За смелый выбор ребят поблагодарил губернатор края Виктор Томенко. Он рассказал о помощи, которую получают студенты, а затем и молодые специалисты. Для целевиков, которые после учебы будут работать в селах и на скорой, в крае ввели собственную меру поддержки. Повышенную стипендию в 50 тысяч рублей в год. В колледже отмечают, за два года студентов-целевиков стало больше в три раза. Сейчас у нас порядка 100 человек. Буквально три года назад их было 28 человек. И целевой договор, он все больше зарекомендовал себя как более эффективную такую меру поддержки. И вот он дает гарантию, во-первых, рабочего места, несмотря на то, что как бы вакансии есть. Но ребята четко понимают, где они будут работать. Поддерживают сельских медиков и после учебы. Губернатор отметил, что по федеральной программе «Сельский фельдшер» специалисты получают по 750 тысяч рублей. Всего за три года на Алтае планируют направить полтора миллиарда рублей на привлечение медиков в города и села. Мария Мацева, Данил Кузнецов. День с толком.